У нас есть телефонный звонок в студии. Здравствуйте. 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 Алло. Здравствуйте. Да, да, здравствуйте. Я бы хотела выразить свое восхищение Димашем, его выступлением на Славянском базаре. Я поздравляю его с этой победой. И я считаю, что на небосклоне Казахстана появилась звезда огромной величины. И мне кажется, что Димаш, он выше наших всех казахстанских певцов на целую голову. Я хочу, чтобы его творчество продолжалось и чтобы он прославил наш Казахстан на весь мир. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо родителям за то, что они воспитали такого прекрасного сына. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за теплый прием в Питерск. Будет, будет. Дайте поговорить с человеком. Тем более, сейчас мы узнаем, откуда же он черпает вдохновение для столь прекрасного пения. Димаш, ну нам-то ты рассказывал, кто тебе помогает и чем помогает. Скажи, пожалуйста, нашим зрителям, кто и чем тебе помогает в творчестве. Конечно же, родители. Они у меня заслуженные артисты Казахстана. Самые красивые люди на свете, между прочим, для меня. Вот. Улыбка матери дает многое. Улыбка матери. А мама Димаша, вы где? Ага. Мама и папа. А вы знаете, вот не садитесь, пожалуйста, не садитесь. Я не знаю, я к вам, наверное, не смогу подойти. Я попрошу, чтобы вам передали микрофон. И вы вот из зала, на путстве сыну, который на сцене, завтра же еще один день будет, да, финальный. Я передам, передам микрофон, вы уж будьте любезны его потом вернуть обратно. Итак, но одна большая просьба будет. Мама, папа Димаша, сделайте это на казахском языке. Да? На красивом казахском языке. Пожалуйста. Димаш. Добрый вечер, Википск. Спасибо за теплый прием. Вам привет из солнечного Казахстана. Пускай мама скажет на путстве. Димаш. Димаш. Добрый. И самые искренние слова сказала мама. Димаш, скажи нам, что же мама все-таки тебе сказала? Она сказала, чтобы я гордо и доблестно нес это пламя. Самый ответственный момент, между прочим, в моей жизни. Дай вам Бог счастья и всем остальным, конечно же. Ну а теперь переходим к прозе. Это было лирическое отступление. Оценки. Димаш. 10, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10. 89 баллов Димаш Куйдайберген. Казахстан. Ну. Димаш, ты видишь. Слов нет вообще. Я в ступоре. Спасибо. Спасибо, Димаш. Эмоции переполняют. И, конечно же, я вчера тоже говорил, что выступать перед такими мировыми звездами, перед мэтрами мировой эстрады очень сложно было, конечно же. Но, несмотря на это, мне удалось выступить благодаря поддержке витебской публики. Но он всегда свои конкурсные вещи выбирает сам. Он студент Казахского национального университета искусств. Закончил первый курс. С ними работают такие мастера. Так что у него хороший контроль со стороны вокалистов и дома, и в учебе, и везде. В СНГ, наверное, не найдется тот человек, который бы не знал этого конкурса, поскольку Советский Базар заявил о себе на весь мир, как состоявшийся уже. Поэтому выступать здесь – это для меня большое счастье. Димаш Кудайберген. Казахстан. Уже не секрет, гран-при, золотая лира, а также премия в 20 тысяч долларов отправляются в Казахстан. Благодаря Славянскому Базару о том, что существует некий казахский парень Димаш Кудайберген, но после шла в СНГ, и это была моя давняя мечта. Мне очень рады. Я даже в ступоре, если честно. Димаш Кудайберген, у которого 175 баллов, обошел представительницу Беларуси. Валерия Грибусова – лауреат первой премии. К слову, на 24-м фестивале у казахов сразу два повода для праздника. Гран-при детского конкурса также за представительницей этой страны. Луиза Нуркуатова после финала одна из первых поздравила земляка. Савянский Базар, он открывает новые имена во все страны СНГ. Для меня это очень большая часть, что я стал победителем такого престижного конкурса. Решение международного чюри конкурса, специального приза Лира и диплома обладателя гран-при 24-го международного конкурса исполнителя эстрадной песни «Витебск-2015» удостоен Димаш Кудайберген, Казахстан! И конкурса исполнителя эстрадной песни «Витебск-2015»! Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Гран-при конкурса исполнителя эстрадной песни «Витебск-2015»! Димаш Кудайберген, Казахстан! АПЛОДИСМЕНТЫ Димаш, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились ответить на наши вопросы. И первый такой. Скажите, в первом туре финала, когда нужно было исполнять славянский хит, то есть песню на славянском языке, вы выбрали композицию Аллы Пугачевой. Почему именно такой выбор? Чем вас привлекла эта песня? Я очень люблю эту песню. С того момента, как Константин Меладзе ее исполнил на телешоу «Тассеяне республики», он так душевно ее спел. И как-то мне уже фантазия заиграла, и где-то уже структуру сам придумал, ну, свою интерпретацию на эту песню. Песня со смыслом. Для меня вообще-то в моем возрасте это еще... Не для моего возраста песня, но тем не менее я понимаю, о чем пою. Димаша, вообще скажите, пожалуйста, чего вы ожидали от этого конкурса? Все-таки вы приехали издалека, и оправдал ли славянский базар ваши ожидания? Конечно же, мои надежды оправдались, конечно, естественно. Я знал, что славянский базар – это очень-очень популярный конкурс во всем постсоветском пространстве. И то, что сейчас обо мне узнали и услышали во всех странах СНГ, это уже для меня большая победа. Скажите, насколько для вас интересно выступать перед здешней публикой? Как она вас принимает? И есть ли разница между выступлениями у вас на родине и за границей в других странах? Дело в том, что Россия и Белоруссия еще не так уж сильно знакомы с нашими народными песнями, и поэтому еще есть что попеть, так скажем. После того, как я исполнил песню «Дадидал», они очень были удивлены тем, что у нас есть свой необычный колорит. Они услышали «Домбру», это уже для меня победа, потому что моя задача была не петь мировые хиты, а дать послушать свою казахскую песню славянской публике. Я не могу об этом не спросить. Вы знаете, после вашего выступления вас, конечно, будут сравнивать с российским певцом Витасом. Не боитесь ли вы вот таких сравнений? И с профессиональной точки зрения есть ли разница между вашим и его голосом? То, что меня сравнивают с Витасом, это, конечно же, честь для меня, потому что Витас уже состоявшийся артист, которого любят не только в России и в СНГ, а весь мир сейчас его очень сильно любят. В Китае люди по нему с ума сходят. И то, что меня начали сравнивать с таким артистом, это для меня уже счастье. Но в профессиональном плане есть некоторые небольшие отличия, но то, что меня сравнивают с Витасом, это очень круто, если честно. А вот я немножко не понимаю, в профессиональном плане вы чем-то отличаетесь? Расскажите немного. Ну, просто природа меня дарила диапазоном небольшим, ну, хорошим. Ну, четыре с половиной рабочих, пять по природе октав имеется. Димаш, скажите, может быть, вы сами пишете тексты или музыку к своим песням? Ну, я тексты, конечно же, не пишу. Ну, я в детстве как-то увлекался, но это, нет, это уже кошмарно. А музыку я чуть-чуть пишу. Ну, конечно, даже не называть это профессиональным искусством. Профессиональным искусством. Но мне кажется, что на любителя потянет. А расскажите, как давно вы выступаете на профессиональной сцене и какие песни обычно поете? Может быть, у вас есть любимый музыкальный жанр или есть какие-то музыкальные предпочтения? Может быть, цените творчество кого-то из своих коллег? Я вообще-то не любитель рока, но после того, как я услышал белорусского певца Петр Ильфимов, вы, наверное, знаете его, он на каком-то телевизионном проекте исполнил песню Ари Христа. Вот я в эмоциональном потрясении был, это было очень супер, это было нечто. Я предпочитаю более вокальных исполнителей, как Сирен Дион, Лара Фабиан, Поворотти. Ну, Майкла Джексон я обожаю. Скажите, а если вдруг понадобится ради карьеры, ради публики изменить свою внешность или, может быть, изменить жанр, в котором вы работаете, готовы ли вы на это и вообще на какие жертвы вы готовы ради музыкальной карьеры? Настоящий артист должен уметь все. Он должен уметь перевоплощаться, он должен менять свой образ. Вот, я думаю, что, в принципе, если это потребуется, если понадобится что-то, внести какие-то изменения в своем стиле, в своем образе, я, конечно, это ради публики готов сделать. Скажите, а сейчас над чем вы работаете и что планируете делать после конкурса, после Славянского базара? Может быть, мечтаете о собственном альбоме или хотите записать дуэт с кем-то из известных исполнителей? И унышеские амбиции. Я всегда мечтал дать свой сольный концерт в столице Казахстана, в Астане. После Славянского базара я начну приступать к осуществлению моей мечты. Ну, не концертов сразу, но я, по крайней мере, начну работать над репертуаром, чтобы сделать большой сольный концерт с живым оркестром. Я всегда, всю жизнь об этом мечтал. И Славянский базар – это хороший толчок. Спасибо вам большое за интервью. Мы от всей души желаем вам удачи в карьере. Если честно признаться, я об этом конкурсе с сердцем мечтал. И я безумно рад, потому что все так завершилось. В наше время для таких молодых артистов поддержка важнее всего, потому что если на одном таланте, ты никогда не пробежешься. Мы заявку самую последнюю подали, потому что мы очень долго думали именно над славянской песней. А первую песню в полуфинале я исполнил казахскую народную песню «Дайте дау». Честно признаться, они были удивлены тем, что у казах есть такая красивая песня. Многие зарубежные исполнители, которые сами участвовали на конкурсе, они не знают, что за инструмент, но они были очень удивлены тем, что песня очень-очень красивая у нас. И я рад тому, что благодаря этому конкурсу казахская народная песня прозвучала на мировой сцене. Английской песней уже никого не удивишь. Все знают, что есть такая замечательная певица, как Бейонс, Марай Керри, и перепеть их очень сложно. Можно сделать какую-то интерпретацию или кавер-версию, но этим уже не удивишь. А вот с казахской народной песней, с казахским колоритом, можно удивить весь мир, потому что наша музыка – самое лучшее в мире. Из зарубежных исполнителей я бы хотел выступить с таким замечательным человеком, как Дмитрий Маликов. Я был приятно удивлен, когда он оказался очень простым человеком, хотя он имеет мировую славу, и он пианист и музыкант мирового класса. Во время конкурса он очень искренне радовался за то, что Казахстан лидирует. И после моей победы, после награждения, он подошел ко мне и обнял, сказал, сынок, я очень рад, что это именно ты сделал. Из казахстанских исполнителей я бы хотел спеть еще в дуэте с Пиппи Бетулигеновой, потому что перед моим отъездом, наверное, многие не знают, она дала мне бота на божьем концерте перед всем народом. И это помогло. Скажи, участие в конкурсах, оно дает себе финансовую подоплеку? Потому что, кстати, в Славянском базаре ты получил 20 или 5? 20. 20 тысяч долларов. Это, по-моему, самое большое на сегодняшний день твой выигрыш. Потому что в каких-то других было 7 тысяч долларов и так далее. Да, 20 тысяч долларов. Ну, по-любому, наверное, артисты меня поймут. Все свои заработки я теперь буду вкладывать только в творчество и все. А раньше не так было? Раньше так было, но теперь-то чуть ли не возможности изменились. И да, такое. Ну, правильно, нужно развиваться и нужно вкладывать, потому что все-таки и творчество требует качественного подхода. Конечно. Это было шикарно. Появление на сцене Димаша погрузило зрительный зал в нескончаемые овации. Несколько лет назад именно на этой сцене артист выступал в качестве конкурсанта и увез домой Гран-при фестиваля. Поклонники из Казахстана, Беларуси, России, Польши, Англии и Франции несколько раз вызывали певца на бис, вынудив организаторов мероприятия внести правки в программу шоу, пока Димаш пытался уделить внимание и дать автограф каждому поклоннику. Хочу от всей души поблагодарить белорусскую публику за то, что организовали наш концерт и выступать на сцене, где я буквально несколько лет назад выпустился на Славянском базаре, для меня очень дорогого суда. Только на базарных историях мы можем позволить себе залезть в телефон любой звезды и посмотреть, что у них в аудиозаписях. И рядом с нами обладатель Гран-при конкурса «Витебск-2015» Димаш Кудайберген. Лично у меня там в плейлисте ничего нету, честно говоря. Нет ни одной записи? Нет, нет. Невероятно. А где же ты черпаешь вдохновение для исполнения своих песен? Не знаю, вот на сцену выходишь и хакуешь. Это как такой наркотик, понимаете? Димаш Кудайберген. Казахстан! И море поклонников блестящего артиста на Славянском базаре. Браво! Спасибо! Похоже, сегодня Басков без цветов. Димаш Кудайберген. Браво! Спасибо большое. Разрешите сказать пару слов от всей души. Хочу поблагодарить вас, дорогие зрители, за то, что, когда я участвовал на Славянском базаре в качестве участника, помогли мне с моей карьеры. И Славянский базар для молодых артистов очень многое значит, действительно. Я всей души хочу выразить вам огромную благодарность. Приезжайте в Казахстан! Спасибо большое! Рахмет! Димаш Кудайберген. Казахстан. Спасибо! Вот это прием! Где-то там уезжает машина Баскова, друзья, я вижу. Димаш Кудайберген. Димаш Кудайберген. Браво! Димаш Кудайберген. Браво! Я надеюсь, как бы у ECB в Турхановин... Я надеюсь, что я وجусь не с моего народа. Еще раз! Но я They knew how to celebrate. За то, что... Каплис! Еще раз! Мы должны найти, но сказать... Еще раз! Привет! Спасибо! Спасибо вам! Димаш Кудайберген! Поздравляем за это! Спасибо! Игорь Носковичев – счастье! АПЛОДИСМЕНТЫ И вот, как сказал Димаш, славянский базар, кроме всего прочего, еще и дарит дружбу, и, пожалуй, с этим нельзя не согласиться. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Девчата, давайте отпустим, пусть отдыхает. Девчата, давайте отпустим, пусть отдыхает. Спасибо большое. Не забудьте подписаться на наш канал и используй колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.